Привет! Как дела? Недавно слышала по телеку, что в Великобритании есть проблема с овощами, особенно с огурцами и томатами. И министр по сельскому хозяйству предложила британцам есть репу. И я вспомнила, что до жизни в Великобритании очень любила салат из редьки. Сходила в магазин, купила редьку, и сегодня покажу, как я готовлю салат из редьки. Может быть, кому-нибудь пригодится. К сожалению, пока я жила в Британии, редьки в магазинах я не нашла. Искала овощ под названием Радиш, но он выглядел как-то не так, как у нас. Какой-то красный или чёрный. В общем, редьку я ем только зелёную. И чаще всего мешаю также с огурчиком. У нас в России тоже огурцы подорожали, все уже об этом знают. У нас в Питере огурцы стоят 200-300 рублей за килограмм. А я недавно купила по 172 огурца. Один огурец вышел на 40 рублей. В принципе, это нормально для зимнего сезона. А британцам даже не знаю, что посоветовать. Но пока у них лимит. Можно купить в магазине по 2-3 огурца и сколько-то там томатов. Не урожай в этом году в областях, где выращивают эти овощи. Итак, вот такую вот редьку я ем. Желательно её покупать твёрдую, ещё свежую. Но, к сожалению, я купила её уже дней 5 назад. Поэтому она немножко помягчала. Будет сложнее тереть на тёрке. Но ничего страшного. Всё равно она ещё пока вкусная. Зелёную желательно, не белую вот такую. А именно зелёненькую брать. Возьмём две маленьких сегодня и огурчик. Ну, уже половинка осталась. Ну да, мы делали другой салат. Ну, вот эту половинку как раз на салат и запустим. Есть ещё один вот такой вот. 40 рублей. За что? Дорого, конечно. Вот, кстати, со сметаной я ещё не пробовала. Попробую в этот раз со сметаной. Обычно я делаю с оливковым маслом. Ну, давайте начнём. Итак, для начала редьку надо почистить. Я использую вот такую вот штучку, которую купила в Сейнпуре. Очень удобная. Мне о ней брат рассказал когда-то. Называется to peel. То есть по-английски соскоблить шкурку. Для морковки использую, для редьки. Да, но, к сожалению, редька уже мягкая. Когда редька твёрдая, легче оперировать этой штукой. И вот такой салатик. Очень лёгкий. Правда, редька это как капуста. Такой овощ, который вызывает бурление в желудке. Но зато очень полезный и богатый на витамины. Вот так получается почищенная редька. Вот так она выглядит. И ингредиенты для салата у нас готовы. Это редька и огурчик. Будем делать салат. Нам нужна для этого тёрка. Такую тёрку на самую большую натираем. Тарелочку я всегда использую моей любимой подруге Юлии из Дубаи. Которой, к сожалению, уже нет. Но память о ней вот осталась в такой вот красивой тарелочке. И сюда натираем редьку и огурчик. Это, кстати, можно использовать нагрузу. Пока делаю салат, пусть немножечко охладятся мои нижние веки. Вот так вот это выглядит. Так, ну поехали. Так, редька и тёрка. Я его рукой никогда не тёрла, но на камеру попробую. Нет, всё-таки правой удобнее. Если редька молодая, она трётся прямо за одну минуту. С такой приходится возиться немного дольше. Всё мимо. Мимо тарелочки, ладно. Сделаем, как я обычно делаю. Тугой овощ, редька. Сложновато его тереть. Но ничего. Осталось чуть-чуть. Остатки скушаем так. Ну вот, чайник под нос помыла. Теперь натираем огурец. С ним намного легче. Да, кстати, не показала, как редька выглядит без огурца. Вот такой вот ярко-зелёный салатик. Очень вкусный и полезный. Ну, а огурец я добавляю для нежности. Получается не такой ядрёный, потому что редька ядрёный овощ. А с огурцом получается нежный салат. Все остаточки выгребаем. Снова помоем чайник, поднос и стол. Добавляем соль. Все это перемешиваем. Ну, соль по вкусу, кому как нравится. Вот так вот выглядит салат из редьки. Очень вкусный. Можно не заправлять вообще ничем. Можно оливковым или растительным маслом. Ну, а мы попробуем сегодня со сметаной. Вот так выглядит салат из редьки. К нему можно добавить мясо курицы. И будет полноценный обед. Снимем наши патчи. Омолодились немножечко. И можно кушать. С курицей салат и хлеб. Челсик уже ждет? Челсик ждет, уже ждет. Очень нежный весенний салат. Че, Челсик? Ждешь курочку? На, Найчик. Очень вкусно. Че не сделаешь ради собаки? Даже курицей покормишь. Да, мой сладкий котенок? Пока на этом все. Не прощаюсь с вами. До скорых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok